Фабрика идеи начала свою работу. Сегодня в Чебоксарах дали старт межрегиональному форуму «Молгород». В этом году туда приехали более 500 человек. Участников ожидает обширная программа. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Здесь собрались самые талантливые? Да! Вот, отлично! Наверное, здесь собрались самые умные? Да! Отлично! Я вижу здесь тоже своих друзей, с которыми мы постоянно видим все на форумах. Которые получали гранты. Эти молодые люди тоже стремятся реализовать свои проекты. Постоянные участники форума говорят, что именно здесь им удалось воплотить идеи в реальность. «Молгород» стал эффективной площадкой для самореализации молодежи. Это отмечают и гости из других регионов. Даже что-то перенесли в свой опыт, потому что у нас на предприятии есть союз молодежи, очень развитый, и поэтому опыт черпаем, переносим, что-то внедряем. Я являюсь стипендиантом главы Чувашии, то есть я веду активную жизненную деятельность, участвую в массовых мероприятиях, культурных, спортивных. Все это интересует меня. Сюда я приехала, чтобы также развиваться, получать нечто новое, узнавать новое. «Молгород» поменял не только прописку, в этом году изменился и формат форума. Теперь его участники живут не в палаточном лагере, а в номерах санаторного комплекса. Образовательная программа по-прежнему насыщена. За четыре дня форум посетят более ста экспертов. Это представитель общественной палаты Российской Федерации. Также будут эксперты из Татарстана, Санкт-Петербурга, Москвы. То есть образовательная программа, она действительно полезна для всех участников. И в этом году крен сделан на республику. Стратегия развития республики на форуме будет посвящена большая часть лекций. Так, на одной из площадок молодые люди вместе с экспертами нарисуют портрет Чуваши и будущего. Ну а сразу после церемонии открытия участники «Молгорода» смогли задать свои вопросы почетным гостям. Житель города АлатРа попросил главу региона преподать ему небольшой мастер-класс. Как начать будет с полиции? Чтобы быть полиции, что вам нужно делать? Просто общаться, просто находить свое место, быть в курсе всех событий, политических ситуаций. Вы должны осознавать всегда свою ответственность за свою страну. Многие люди, с которыми приходится часто работать и встречаться, тоже никогда об этом не думали. Но им самое главное – доверять люди. Михаилу Васильевичу доверили руководство республики именно вы. Членов общественной организации «Свобода» волнует вопрос развития в республике доступной среды в оздоровительных комплексах. Продолжение ваше, какие будут, по каким объемам вы составляете соответствующие, где вы видите, с вашей стороны, для того, чтобы в течение двух-трех лет максимально снять все эти вопросы, которые есть. Вы показываете людям, что невозможно, можно сделать в жизни и добиться успеха. Вот это очень дорого стоит. Молодые люди интересовались, какие меры предпримут для поддержки учителей на селе. Вопрос участника Молгорода пообещали адресовать федеральному министру образования на грядущем форуме педагогов, который пройдет в Чебоксарах. Мы же не прощаемся надолго. Я буду здесь еще 9-го числа. То есть это то форум. Пожалуйста, я тогда жду от вас предложений. 9-го числа мы с вами увидимся, вы аккумулируете еще предложения, и вы их мне озвучите, и я это озвучу там. Это высшая каста должна быть. По-другому быть не может, потому что это фундамент, на котором строится страна. Но, к сожалению, сейчас мы не можем испытывать иллюзий. У нас есть обременение бюджета военное, но оно обусловлено так, что если мы этого не сделаем, нам некого будет учить. Инициативу участников форума взяли на карандаш. Их обещают поддержать. Эта инициатива всегда будет под вниманием органов власти. И на те вызовы и проглашения, которые идут в наш адрес, мы всегда охотно реагировали и будем реагировать и общаться с нашей молодежью. Итоги форума подведут 11 сентября. Лучших участников отметят наградами. Андрей Ковалев и Сергей Адушкин. Республика.